Аудиоиздательство Вимбо представляет Ричард Руссо Непосредственный человек Роман Перевод с английского Любови Сум Читает Кирилл Рацик НАТУ И ДжУДИТ Особая благодарность за веру в меня За усердный труд и добрый совет Дэвиду Розенталю Эллисон Сэмуэлл И Барбари Руссо За техническую помощь и или вдохновение Джин Финдлей Эду Эрвину Тони Катцу Грегу и Пегги Джонсон Кьель Меллинг И Крису Коккинису Пролог Приятно иметь их Собак Фрэнсис Скотт Фитджеральд Великий Гэтсби По правде говоря, я человек нелегкий Могу иногда быть занимательным Хотя, по моему опыту, большинство людей вовсе не хотят, чтобы их занимали Утешение Вот чего они жаждают К тому же, мои представления о занимательном Вполне могут не совпадать с вашими Я совершенно согласен со всеми теми зрителями Кто идет в кино со словами «Я просто хочу развлечься» Такую популистскую позицию Мои академические коллеги высмеивают Как простецкую Неутонченную Как симптом слабых аналитических И критических способностей Но я согласен с таким подходом И я тоже просто хочу развлечься А тот факт, что меня почти никогда не занимает то, что занимает других людей Которые просто хотят развлечься Не означает, что мы несовместимы философски Он означает лишь, что нам не стоит ходить в кино вместе Какой я человек? По мнению тех, кто ближе прочих меня знает Невыносимый А по словам моих родителей, я и ребенком был невыносимым Они развелись, когда я учился в средней школе И чуть ли не единственное, в чем они согласны Что я был невыносимым ребенком Истории о юном Уильяме Генри де Веро-младшем И его первой собаке Бугающе схожи в фактах, выводах И даже в стиле изложения Независимо от того, кто из них ее рассказывает Мне было 9 лет Принадлежащий университету дом, в котором мы тогда жили Стал уже четвертым на моем веку Мои родители были академическими кочевниками Отец и тогда, как и сейчас, был оппортунистом Неизменно в авангарде того, что на тот момент считалось в литературной критике Трендом и шиком Тогда, в 50-е, новая критика Самая авторитетная школа в англо-американском литературоведении С 1930-х по 1970-е годы Уже устарела в его глазах В средний возраст он вступил профессором Автором нескольких опубликованных книг И все они считались горячими Все вызывали оживленную дискуссию на кафедральных вечеринках с коктейлями Из всех университетских должностей он предпочитал статус приглашенного профессора Обычно эту вакансию создавали специально для него И не задерживался на одном месте более чем на год-два Наверное, потому что трудно оставаться выдающимся среди людей, которые хорошо тебя узнали Преподаванием он себя не перегружал Курс максимум два в год От него требовалось читать и мыслить Писать и публиковать книги Поминая в благодарностях очередной монографии Щедрость академического института Обеспечивавшего ему неплохую жизнь Мою мать, также преподавателя английской литературы Нанимали в паре с отцом Она получала полную академическую нагрузку Тем самым несколько уравновешивая его писательство Мы жили в элегантных старых домах с высокими потолками и сильными сквозняками Либо в самом кампусе, либо поблизости Настоящие паркеты, дымные камины Их зажигали лишь когда мой отец восседал во главе стола То есть во второй половине дня в пятницу Просторные комнаты наполнялись заискивающими младшими сотрудниками кафедры И нервозными аспирантами Или вечером в субботу, когда мама готовила торжественный ужин Для главы кафедры, декана или заезжего поэта В любом месте я оставался единственным ребенком И, видимо, очень одиноким Судя по тому, что больше всего на свете я мечтал о собаке Предсказуемо родители и слышать об этом не хотели Возможно, условия проживания в университетских домах Включали пункты домашних животных К тому времени, как мне исполнилось девять Я уже год, а то и два настойчиво требовал собаку Папа с мамой надеялись, что я перерасту эту мечту Нужно лишь подождать Я видел эту надежду в их глазах И моя решимость лишь возрастала Желание усиливалось Что я хочу на Рождество? Собаку Что я хочу на день рождения? Собаку Второй сэндвич с ветчиной? Собаку Огромное удовлетворение доставляли мне затравленные взгляды Которыми родители обменивались в такие моменты Если уж я не могу получить собаку То хотя бы их помучить Так и шла наша совместная жизнь Пока мама не допустила промах Серьезнейшую ошибку, вызванную отчаянием И эмоциональным истощением Ей гораздо больше, чем моему отцу требовался Счастливый ребенок Однажды весной, после того, как я особенно жестоко ее донимал Мать усадила меня и сказала Знаешь, собаку надо заслужить Отец, услышав это, поднялся и вышел из комнаты Тем самым угрюмо признав Что мать только что капитулировала Она вздумала обставить приобретение собаки условиями Условия будут суровыми Их будет множество, и я не сумею их выполнить Так что если я останусь без собаки То исключительно по своей собственной вине Так она рассуждала И сам факт, что она полагалась на подобный план Доказывает Некоторым людям не следует становиться родителями И моя мать как раз из таких людей Я сразу же задействовал собственный план Рассчитанный на то, чтобы извести мать В отличие от ее плана Мой был прост и без изъянов Проснувшись утром Я принимался болтать о собаках И, засыпая ночью, продолжал твердить о них Родители меняли тему разговора Но я возвращал ее в нужное русло «Кстати, о собаках», — произносил я Вилка с куском пожаренного матерью мяса Замирала у моих губ И я вновь заводил свою песню И неважно, говорил ли кто-то перед тем о собаках Теперь мы говорили о них В библиотеке я каждые две недели брал полдюжины книг о собаках И раскладывал их раскрытыми по всему дому Я тыкал пальцем в собак, мимо которых мы проходили на улице В собак на экране телевизора В журналах, которые выписывала мама Каждый раз за завтраком или ужином я обсуждал и сравнивал преимущества различных пород Отец редко прислушивался к моей болтовне Но я подмечал, как твердые основы материнского характера Поддаются подсоленной приливной волной моего упорства И когда счел, что мать вот-вот рухнет Я взял все свои сбережения до последнего цента И купил ослепительный, сверкающий стразами ошейник с поводком Который высмотрел в роскошном зоомагазине на соседней улице В ту пору, когда мы постоянно говорили о собаках Я вовсе не был примерным мальчиком Мне вменено было заслужить собаку И я без конца уточнял у мамы, как обстоят мои дела Какую часть собаки я уже заработал Однако, боюсь, поведение мое не изменилось ни на йоту Я не был и скверным мальчишкой Просто шумным, приставучим Мне все время чего-то не хватало Мистер туда-обратно прозвала меня мама Потому что я вечно входил в комнату и тут же выходил Выбегал во двор и возвращался Открывал холодильник и захлопывал Генри, делала мне замечание мать Ты где-то оставил включенным свет Чаще прочего мне требовалась от родителей информация И я перебивал мать посреди чтения и проверки работ, чтобы получить желаемое Отец, отчасти и для того, чтобы избежать моих вопросов Проводил большую часть дня в своем университетском кабинете с книжными полками по всему периметру Присоединяясь к маме и ко мне только за едой И тогда у нас происходил семейный разговор о собаках Затем он удалялся в блаженном неведении Так представлялось мне тогда И мама еще долгое время после его ухода бросала убийственные взгляды на его стул Но отец утверждал, что заканчивает книгу, над которой в ту пору трудился И это было достаточное оправдание в глазах женщины Наделенной столь глубоким абстрактным уважением к книгам и любым знаниям, как моя мама Постепенно она стала понимать, что ведет обреченный бой и ведет его в одиночку Теперь я знаю, что это была лишь часть горестных открытий о состоянии ее брака Но в тот момент я не чуял в воздухе ничего, кроме надвигавшейся победы В конце августа, в дни, как говорится, собачьей жары, она выставила последнее, слабое условие Окончательное доказательство того, что я заслужил свою собаку Я смягчился и честно постарался исправить свое поведение Самое меньшее, что я мог для нее сделать Вот о чем мама просила меня Перестать хлопать уличной дверью Надо сказать, дом, где мы жили, был своего рода акустическим дивом Подобным галерее шепотов в соборе Святого Павла Там приглушенные голоса преодолевают огромное открытое пространство И достигают отчетливые, неизменившиеся, другой стороны гигантского купола В нашем доме, когда уличная дверь захлопывалась, притянутая тугими петлями И деревянный ее край врезался в дверной косяк Грохот, подобный выстрелу в гитарный звукосниматель Разносился по дому идеально С одинаковой силой и ясностью По всем помещениям верхнего и нижнего этажа В то лето я десятки раз за день выбегал и вбегал через эту дверь И мама говорила, она живет словно в тире Иногда ей хотелось, чтобы двери впрямь стреляло, и не холостыми Если я буду придерживать дверь, у меня появится собака Скоро Я очень старался И примерно через раз придерживал дверь Когда же забывал, то возвращался и извинялся Иногда снова забывая при этом придержать дверь И все же я старался И это, а также то, что я повсюду носил при себе дорогущий ошейник с поводком По-видимому, тронуло маму И в конце недели, сокращенного хлопанья дверью В субботу утром Отец куда-то поехал Отказавшись объяснять, куда И тут я, разумеется, понял Какая порода? Теребил я маму, пока отец не вернулся Но она утверждала, что не знает Этим занимается твой отец, сказала она И мне показалось, я подметил на ее лице признаки сомнения Когда он вернулся, я понял, что тревожила мать Он посадил собаку на заднее сиденье И когда он подъехал и затормозил у стены дома Я увидел собаку сквозь кухонное окно Она уткнулась подбородком в спинку заднего сиденья Думаю, она тоже меня увидела Но никак не отреагировала Она вроде бы и не заметила Как машина остановилась Как мой отец вышел и сдвинул переднее кресло Ему пришлось сунуться в машину Ухватить собаку за ошейник и вытащить силой Когда животное распрямило длинные ревматические ноги И сделало осторожный, шаткий шаг Я понял, что меня перехитрили и предали Все время, пока мы говорили о собаках Мне мысленно представлялся щенок Щенок Колли, щенок Бигля, щенок Лабрадора, щенок Овчарки Но нигде в нашем договоре это не было прописано черным по белому Вот что я теперь понял Если не щенок То, по крайней мере, молодой пес Озорник, полный сил и надежд Пес, которого можно учить всяким штукам А этот пес едва мог идти Он стоял, повесив голову, словно стыдился чего-то Сделанного давным-давно в щенячестве И мне показалось, когда отец захлопнул за ним дверь Что по спине пса пробежала дрожь Это животное, наверное, было когда-то красивым псом Чистокровный, рыжий, ирландский сеттер Тщательно ухоженный, прекрасно воспитанный Такую собаку можно спокойно привезти в дом Принадлежащий университету Такой пес не нарушит правила о содержании животных в доме Такого пса, я сразу же ясно понял Заводят, когда на самом деле не хотят иметь собаку И не хотят слышать про собаку Принадлежал этот сеттер, как я потом узнал профессору на пенсии Который на той неделе отправился в дом престарелых Оставив своего любимца сиротой Сеттер был похож на изображение собаки Или на собаку, позирующую для портрета Выдрессированную так, что и не шелохнется Отец вместе с собакой вошли в кухню Оба вроде бы не хотят Отец с большой тщательностью закрыл за собой уличную дверь Мне бы хотелось думать, что на пути домой его тоже посетило сомнение Однако я видел, что он намерен блефовать до конца Мама, сразу же постигшая мое отчаяние, перевела пристальный взгляд с меня на отца «Что?» — спросил он Мама только головой покачала Отец посмотрел на меня Потом снова на нее Сильная дрожь пробежала по лапам пса Он вроде хотел прилечь на прохладный линолеум, но забыл, как это делается Пес тяжело вздохнул, выразив тем самым общие наши чувства «Хороший пес!» — сказал отец, слишком напористо, обращаясь к моей матери «Немного напряжен, но чистопородные сеттеры все такие Они очень нервные» В таких вопросах отец не разбирался Очевидно, он повторял объяснение, полученное в тот момент, когда он забирал собаку «Как его зовут?» — спросила мама, видимо, чтобы хоть что-то сказать Отец забыл спросить Он проверил, не написано ли имя на ошейниках «Господи!» — пробормотала мать «Господи! Господи!» «Мы же можем сами его назвать?» Отец понемногу начинал раздражаться «Полагаю, с этим-то мы справимся?» «А ты как считаешь?» «Можешь назвать его в честь устаревшей школы литературной критики» — подбросила идею мама «Это она!» — сказал я, потому что так оно и было Отца, кажется, несколько ободрило, что я вступил, наконец, в общий разговор «Что скажешь, Генри?» — обратился он напрямую ко мне «Как мы его назовем?» Повторное употребление неверного местоимения доконало меня «Пойду во двор поиграть!» — заявил я И ринулся к двери, прежде чем кто-либо успел мне возразить Дверь захлопнулась за мной со всей силы Эхо выстрела разнеслось громче прежнего Одним прыжком, слетев с крыльца, я услышал глухой удар в кухне Словно тусклое, дальнее эхо произведенного мной шума И услышал голос отца «Что за черт?» Я поднялся обратно по ступенькам На этот раз тихо, собираясь извиниться за дверь Сквозь сетку двери я увидел, что мама и папа стоят рядом посреди кухни И смотрят на собаку, которая как будто уснула Отец потыкал ее в бедро носком кожаного цветного макосина Он выкопал могилу на заднем дворе, одолжив заступ у соседа Руки у отца были нежны, они быстро покрылись волдырями Я предложил помочь, но он лишь зыркнул на меня Стоя по бедрам в вырытой им яме, он снова покачал головой Все еще отказываясь верить «Умер», — сказал он «Не успели мы ему даже имя дать» Я догадывался, что вновь уточнять местоимение не следует А потому молча стоял там и размышлял над его словами А отец тем временем вылез из ямы и пошел к заднему крыльцу за мертвой собакой, накрытой старой простыней Судя по тому, как аккуратно отец подоткнул простыню, им очень не хотелось дотрагиваться до чего-то мертвого, даже до только что умершего Он опустил собаку в яму на простыне, однако под конец все же пришлось ее бросить Когда труп пролетел последний фут, ударился озим и замер, отец глянул на меня и снова покачал головой Потом взял заступ и оперся на него, прежде чем начал засыпать яму землей Он как будто ждал от меня каких-то слов, и я сказал «Рыжуха» Отец сощурился, точно я заговорил на неведомом наречии «Что?» — переспросил он «Назовем ее «Рыжуха», — пояснил я За годы после того, как он оставил нас, мой отец сделался еще более знаменитым Иногда его аттестовывали, если аттестация тут уместное слово, отцом американской литературной теории Помимо множества ученых книг, он также написал литературные мемуары, вошедшие в шорт-лист крупной премии И знакомящие нас с личностями нескольких известных авторов XX века, ныне покойных Его фотография часто украшает страницы литературных обзоров Он прошел через фазу, когда носил под твидовый пиджак свитеры с высоким воротом и золотые цепочки И теперь снимается в застегнутой доверху рубашке при галстуке и пиджаке На фоне застроенного книжными стеллажами университетского кабинета Но для меня, его сына, Уильям Генри Деверос-старший, наиболее реален в тот момент, когда стоит в загубленных мокосинах из цветной кожи Опираясь на ручку позаимствованного заступа, смотрит на свои грязные, покрытые волдырями ладони И слушает мое предложение, как назвать издохшего пса Подозреваю, рытье могилы для нашей собаки стало одним из немногих опытов его жизни За исключением плотских утехов, которые он не черпал с книжной страницы И когда я предложил назвать мертвую собаку рыжухой, он посмотрел на меня так, словно я сам только что сошел со страницы Тома Которую он начал читать годы тому назад и отложил, когда что-то его отвлекло «Что?» — спросил отец и выпустил из рук заступ Кончик рукояти грянулся озим между моих стоп «Что?» — это нелегкий миг для каждого родителя Миг, когда вы осознаете, что породили кого-то, кто никогда не будет смотреть на мир вашими глазами Хотя это ваше живое наследие Хотя вы передали ему свое имя Часть первая Бритва окома Я думал, это будет гром, молния, долгая битва с людьми, отвесный подъем Стивен Спендер Глава первая Когда струя крови из носа наконец утихла и я избавился от промокших бумажных полотенец Тедди Барнс настоял на том, что доставит меня домой в своей дряхлой Хонде Сивик Эта машина отказывается сдохнуть, а скряга Тедди отказывается ее менять Джун, его жена, она-то себе цену знает, разъезжает в новеньком Саабе «Сиденье можно отодвинуть», — посоветовал Тедди, когда заметил, что колени практически упираются мне в подбородок Мы остановились на перекрестке, пропуская поток, и я пошарил сбоку от сиденья, нащупывая кнопку «В самом деле?» «Теоретически, да», — ответил он академически и беспомощно Теоретически я и сам знал, что отодвигается, но оставил попытки осуществить это на практике, теша себя иллюзией страдания Не скажу, что мне свойственно манипулировать людьми, пробуждая в них чувство вины, но я могу играть эту роль Я испустил драматический вздох, подразумевающий, что все это чушь Мои длинные ноги удобно размещались под рулем моего Линкольна, такого же древнего, как Хонда Тедди Но выполненного в масштабах куда более подходящих для длинноногих Уильямов Генри де Веро Двое из которых мой отец и я обитают ныне в этом мире Тедди, да безумие осторожный водитель Ни за что не перестроится в потоке, чтобы свернуть влево Расстояние между машинами неподходящее Ничего не могу поделать, — пояснил он, заметив мою ухмылку Тедди, как и мне, 49 лет И хотя лицо у него моложавое, признаки среднего возраста уже вполне очевидны Грудь, и прежде не отличавшаяся мощью, сделалась впалой, из-за чего заметнее небольшое брюшко Руки нежные, почти женские, без волосы Тощие ноги как будто утопают в штанинах Когда я так пристально к нему присматриваюсь, меня неизменно посещает мысль, что Тедди было бы нелегко начать все сначала То есть освоить незнакомые приборы, вступить в состязания, найти себе пару Это для молодых людей Зачем начинать все сначала? — спросил Тедди От испуга морщины в уголках его глаз углубились Судя по тому, как Тедди уставился на меня, я высказал свои мысли вслух, хотя сам того не заметил Тебе никогда не хотелось иметь такую возможность? Какую возможность? — переспросил он и отвлекся Заметив брешь в потоке транспорта, он снял ногу с тормоза и подался вперед Его стопа зависла над педалью газа, не нажимая на нее, но Тедди вновь решил, что зазор этот не столь велик, как ему показалось И откинулся на спинку сиденья, устало вздохнув Что-то в его позе навело меня на мысль, нет ли доли истины в том слухе, который донесся до меня О жене Тедди, Джун, будто у нее роман с одним из младших сотрудников нашей кафедры До сих пор я не придавал веры этому слуху, потому что Тедди и Джун — идеальная симбиотическая пара На кафедре английского языка и литературы их прозвали Джинджер и Фред За ту легкость, с какой они двигались в совместном танце Не намека на страсть, а к единой общей цели В атмосфере недоверия, подозрительности и мести Сыгранная пара — это мощная сила И никто не понимал эту печальную университетскую максимум лучше, чем Тедди и Джун Трудно себе представить, чтобы один из них подверг риску это преимущество С другой стороны, непросто и состоять в браке с человеком вроде Тедди Который то и дело подается вперед, радостно предвкушая Нога над педалью газа, но слишком опаслив, чтобы наконец втопить Мы на Чорч-стрит Улица тянется параллельно железнодорожному депо, которое делит Рейлтон На две закоптелые и одинаково непривлекательные половины Здесь самая широкая часть депо Два десятка железнодорожных путей Почти на каждом стоит ржавый вагон Или два ржавых вагона Сто лет назад депо было заполнено и Рейлтон процветал Жители его верили в обеспеченное будущее Все это давно миновало На Чорч-стрит, церковной улице, где мы застряли в ожидании левого поворота Нет больше ни одной церкви Хотя когда-то, я слышал, было с полдюжины Последнюю кирпичную развалюху, давно заброшенную с заколоченными окнами Снесли в прошлом году, после того, как туда забрели какие-то ребятишки И провалились сквозь пол Большой участок земли, где находилась церковь, теперь пустует Многочисленные замусоренные пустыри Рейлтона Как и продуваемые ветром прогалины между вагонами в депо Каким-то образом подрывают в людях надежду Отсюда, где мы ждем возможности свернуть на приятную улицу Видно то место, которое некий Уильям Черри Всю жизнь прослуживший на железной дороге Выбрал, чтобы покончить счеты с жизнью Улегшись среди ночи на рельсы Сначала думали, он один из тех, кого уволили недели и раньше Но выяснилось, что дело обстоит с точностью до наоборот Он только что вышел на полную пенсию, получив все положенные выплаты Отвечая на вопросы телекорреспондентов, его менее благополучные соседи выражали недоумение У него же все было схвачено, говорили они Когда весь поток проехал и стало безопасно, Тедди свернул на приятную улицу Самую неприятную из улиц Рейлтона По обе стороны она окаймлена замызганными одной- и двухэтажными складами И так круто карабкается вверх, что в снежную пору ею лучше не пользоваться Даже сейчас, в середине апреля, подъем, я подозреваю, может быть труден для Хонды Тедди героически переключился на нижнюю скорость и продвигался вперед со скоростью аж 15 миль в час На полпути ровная площадка и светофор Я предложил, может мне выйти и подтолкнуть? Ничего, это просто холод, ответил Тедди Мы справимся Он, конечно, прав Мы взберемся на гору Почему этот факт лишает меня бодрости, вот что я хотел бы знать Не могу удержаться от мысли, что Уильям Черри тоже боялся, что в итоге все пойдет как надо Если он не совершит какой-то отчаянный поступок, чтобы этому помешать Я смогу, я смогу, я смогу Продекламировал я, когда светофор переключился И Тедди послал вперед маленькую Хонду, которая сможет Пару месяцев назад я по глупости вздумал заехать на тот же взгорок при легком снегопаде Шло к полуночи Я возвращался домой из университета и не захотел воспользоваться более длинным, лишние 10 минут путем В долгие пенсильванские зимы запрещается оставлять на ночь машины на обочине Так что улица выглядела пустынно и зловеще Только моя машина и ползла по растянувшемуся на пять кварталов склону И я благополучно добрался до той самой площадки, где сейчас остановился Тедди На углу располагается офис моего страхового агента И я помню, как мне захотелось, чтобы он оказался там и стал свидетелем моего безответственного обращения с застрахованным автомобилем Когда светофор переключился, колеса моей машины заскользили Потом шины сцепились с асфальтом, я протащился вверх последние два квартала И оставалось уже не более 10 метров до вершины, когда я почувствовал, как колеса прокручиваются в холостую И зад машины повело Осознав, что на тормоз давить нет смысла, я откинулся на сидение и спокойно созерцал последствия собственной опрометчивости Мотор заглох, все прочие звуки поглощал снег И словно в немом балете я изящно съезжал с горы задом до все той же площадки И думал, что там и остановлюсь, точно перед страховой конторой Но автомобиль перевалил через край площадки и проскользнул нижние три квартала Подскакивая на ухабах, как бильярдный шар И, наконец, замер перед воротами депо, в значительной степени утратив равновесие, но более никак не пострадав Моя приятельница, Боди Пай, живет в квартире на третьем этаже поблизости от подножия взгорка И она утверждает, что наблюдала мой балетополет И я, дескать, заливался при этом безумным смехом Сам я ничего подобного не помню Единственное осознаваемое мной в тот момент чувство было схоже с тем, которое я ощущал сейчас Поднимаясь с Тедди на ту же самую гору Своего рода разочарование из-за того, что драматическая ситуация так просто разрешилась Тедди уверен, что мы сможем Уверен и я У обоих бессрочный контракт Вырвавшись из города и омолодившись, Хонда понеслась по двухполосному шоссе, как мультяшный автомобиль с большой глуповатой улыбкой И я смогла, я смогла Сельская Пенсильвания пролетала мимо окна На деревьях вдоль обочин уже набухли почки Дальше от дороги, в глубине леса, еще сохранились пятна грязного снега, но вовсю пахло весной И Тедди приоткрыл окно, чтобы насладиться свежестью Бриз колыхал его редеющие волосы, и мне почти мерещилась свежая поросль на его скальпе Знаю, он хотел опробовать Рогейн, стимулятор роста волос «Ты везешь меня домой только за тем, чтобы пофлиртовать с Лили?» — подколол я Тедди залился краской «Вот уже более двадцати лет он невинно влюблен в мою жену» «Если существует такая вещь, как невинная влюбленность» Если существует такая вещь, как невинность С тех пор, как мы построили дом за городом, Тедди уже не так часто выпадает возможность повидать Лили, и он всегда высматривает подходящий предлог В те редкие субботы, когда мы все еще играем по утрам в баскетбол, он заезжает за мной Площадка для игры находится в нескольких кварталах от его дома, но он уверяет, что четырехмильная поездка в Алигине Уэллс — не крюк Однажды ночью, десять с лишним лет назад, он по пьяни признался мне, что околдован Лили Едва тайно вырвалась из его уст, как Тедди потребовал с меня обещание не выдавать его «Если ты расскажешь ей, Богом клянусь, — бормотал он, — глупости сказал я — разумеется, я все расскажу ей, как только вернусь домой — а как же наша дружба? — чья? — наша, твоя и моя — какая дружба? — переспросил я — ответни, я влюбился в твою жену — перестань рассуждать о дружбе, мне бы следовало тебе врезать — он пьяно ухмыльнулся — ты пацифист, не забыл? — это не значит, что я не могу тебе угрожать, — ответил я — это всего лишь значит, что ты не обязан принимать мои угрозы всерьез Но он принимал их всерьез Он все принимал всерьез, я уж видел — Ты недостаточно ее любишь, — сказал он со слезами на глазах — самыми настоящими — О чем ты знаешь? — парировал Уильям Генри Деверо-младший с сухими глазами — Недостаточно, — повторил он — Тебе станет лучше, если я пообещаю накинуться на нее, как только вернусь домой — Послушайте, ну, абсурдная же ситуация Двое мужчин средних лет Мы достигли средних лет уже тогда Сидят в баре в Рейлтоне, штат Пенсильвания Спорят о том, сколько любви достаточно, сколько еще положено Однако Тедди не замечал этой абсурдности И на миг мне в самом деле показалось, что он готов меня ударить Ему бы следовало понимать, что я его дразню, но Тедди принадлежит к подавляющему большинству людей К тем, кто верит, что с любовью шутить нельзя Не понимаю, как человек может не шутить на эту тему и считать, что у него есть чувство юмора С того вечера о признании Тедди упоминал только я От своего признания он не отрекся Но тот инцидент продолжал его тревожить «Было бы неплохо, если бы и ты питал какие-то чувства к Джун», — сказал он сейчас, улыбаясь печально «Согласен на взаимную симпатию на расстоянии» «Сколько тебе лет?» — поинтересовался я Он затих на минуту «Ну, хорошо», — сказал он наконец «На самом деле я вызвался отвезти тебя, потому что...» «Господи Боже!» — простонал я «Вот оно!» «Я знал, что меня ждет» В последние месяцы распространился слух о нависшей над университетом чистке И, дескать, на этот раз дело дойдет и до сотрудников с постоянным контрактом Случись такое, под ударом окажутся практически все члены английской кафедры Это известие якобы сообщается каждому заведующему кафедрой индивидуально На отчетной встрече в конце года с университетским руководством В зависимости от версии главу кафедры либо просят, либо принуждают составить список сотрудников, без которых можно обойтись Стаж, опять-таки по слухам, не принимается во внимание «Ладно, — сказал я, — выкладывай «С кем ты говорил на этот раз?» «С Арни Дренкером, с психфака» «И ты веришь Арни Дренкеру?» — спросил я «Он же псих со справкой!» Он клянется, что ему приказали составить список Не получив немедленного ответа, Тедди оторвал взгляд от дороги и оглянулся на меня «Моя правая ноздря, теперь раздувшаяся так, что я отчетливо видел ее краем глаза, от такого пристального внимания задергалась «Почему ты не желаешь отнестись к этой ситуации более серьезно?» «Потому что сейчас апрель, Тедди», — разъяснил я Старый нескончаемый разговор С наступлением апреля паранойя университетских обостряется Это при том, что своей обычной паранойей они вполне способны загубить самый прекрасный день любого времени года Но апрель ужаснее всего Какую бы гадость нам ни готовили, ее всегда планируют в апреле Затем осуществляют летом, когда мы разъедемся В сентябре уже поздно спорить из-за сниженных премий, урезанного командировочного фонда и удвоенной цены абонемента на парковку возле корпуса современных языков Слухи о жестком сокращении бюджета, которое скажется на сотрудниках, распространяются в апреле вот уже пятый год подряд Но на этот раз они особенно упорны и заразительны Но факт остается фактом Каждый год власти грозятся решительно урезать расходы на высшее образование Каждый год высокопоставленная команда защитников образования отправляется на капитолий лоббировать увеличение расходов Каждый год с обеих сторон звучат обвинения, гремят передовицы газет Каждый год сокращение бюджета начинает осуществляться в соответствии с прозвучавшими угрозами Но в последний момент финансового года обнаруживаются средства и бюджет почти восстанавливается Каждый год я прихожу к выводу, к которому пришел бы и Уильям Окком Первый – великий и современный Уильям Главный Уильям своей эпохи и нашей Единственный Уильям, какой нам нужен Тот, кто наделил нас замечательной бритвой для отделения простой истины Претерпел изгнание и отдал жизнь, чтобы наши академические грехи были прощены Никакой чистки среди сотрудников в этом году не будет Как не было ее в прошлом году и не будет в следующем Если что и будет в следующем году, то, скорее всего, очередное затягивание поясов Еще больше сотрудников останутся без творческого отпуска Продолжатся моратории на заключение новых контрактов Меньше денег дадут на ксерокопирование А что уж точно будет в следующем году, так это очередной апрель и очередной цикл слухов Тяди снова бросил на меня быстрый взгляд из-под тяжка «Ты хоть имеешь представление, о чем говорят твои коллеги?» «Нет», – ответил я и тут же уточнил «То есть да, я знаю своих коллег, так что могу себе представить, о чем они говорят» «Они говорят, то, как ты отмахиваешься от слухов, подозрительно» «Гадают, не составил ли ты уже список» Я преувеличенно вздохнул «Если бы я его составлял, длинный бы вышел список «Стоит взяться за сухостой на нашей кафедре, и двадцатью процентами дело не ограничится» «Вот из-за таких твоих разговоров люди и нервничают» «Неподходящее время для шуток» «Если бы ты доверился мне, рассказал, что тебе известно, я бы успокоил наших друзей» «А если мне ничего не известно» «Будь по-твоему», – ответил Тедди с таким видом, словно теперь-то я точно его обидел «Я тебе тоже не все рассказывал, когда возглавлял кафедру» «Рассказывал», – уязвил я его «Я это хорошо помню, потому что вовсе не хотел этого знать» Заметив, как он обижен, я слегка сдал назад «Мне предстоит встреча с Дикки на этой неделе», – сообщил я, пытаясь сообразить «На завтра назначена она или на пятницу» Тедди не отреагировал Он словно и не слышал Вот она, паранойя Он уставился в зеркало заднего вида, так, будто нас преследуют Обернувшись, я понял, что нас и в самом деле преследуют Висит у нас на хвосте красный спортивный автомобиль Резко перестраивается С ревом обгоняет Потом рывком тормозит, вынуждая и Тедди жать на тормоз «Это красный комара, полурурка», – понял я Комара остановился на обочине Остановился и Тедди, багровый от бессильной ярости За рулем сидела жена Рурка Вторая, миссис Р Никак не могу запомнить ее имя Но она явно действовала по указаниям мужа Хотя обычно глаза у нее мечтательные, а речь краткая За рулем в ней вдруг пробуждается агрессивность По словам Пола, который состоит во втором браке достаточно долго, чтобы и в нем раз...